Субтитры делал DimaTorzok Антон, мы на курорте. Настя, мы на работе. Антон, значит мы работаем на курорте. Хорошо. Алоха, друзья. Это «Орел и решка. Перезагрузка». Антон, у меня есть идея. Давай мы не будем говорить, где мы сейчас находимся. Пусть сами догадаются. Слушай, ну по-моему и так понятно, что мы… Непонятно, да? Стоп. Отлично. Меняем, меняем, меняем. Извините. Стоп, это не вам. Да-да, мы поняли. Нах*** ты еще раз повернул свои… Настя, закрой лодку. Белодзубы, да? Разморозились. А вот так? Не? Окей. А еще я развернулся, мне сейчас акулика дадут. Давай, давай, давай. Давай, DimaTorzok, помогай мне. Разморозились. Мы на Гавайях. Ху-ху-ху. Это необычный выпуск «Орла и решки». Что там, «Орел и решка» начинается, да? Настя Рэп здесь. Йоу. Ага, ага. Это спецпроект «Орел и решка неизданная». Мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Что я сказал? Все, что осталось за кадром. Все, что было вырезано цензурой. Мы покажем вам 45 минут чистого эксклюзива. Еще больше историй, еще больше «Орла и решки». Думаю, мы норм, да? Только чуть-чуть трет причин на месте. Все, дали огня в этой дыре, пошли дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти полгода мы провели в западном полушарии. Это чудо настоящее. Привет, океан! Мы перезагрузили Америку снизу доверху. Лучше бы я этого не видела. Начали с самого юга Америки Ушуаи, которая встретила нас совсем не южной погодой. И закончили в самом главном городе Америки – Нью-Йорке. Сбылась мечта, девчонки. Класс. Мурашки по телу пробежали. Ты можешь меня ощипнуть? Все, я не сплю, слава богу. Америка – это та часть света, в которой невозможно усидеть на месте. Мы все время куда-то ехали, плыли, летели, ползли. Наши ведущие смотрели на Америку под водой, рассматривали земли. Как Магеллан любовались Америкой с воды. Смотрится это все просто потрясающе. Изучали с воздуха. Вау! Я лечу! Нас поразило, насколько разные непохожие города и места объединяет одно короткое слово – Америка. Тут есть пустыни и ледники. Леса и солончаки. Вулканы и озера. Дикие джунгли и бетонные мегаполисы. Моря и океаны, горы и пещеры, водопады и долины. И самые уникальные чудеса природы. А еще нас поразило, насколько разные люди здесь живут. И это все тоже Америка. Мы были как внутри калейдоскопа и, конечно, многое осталось за кадром. Сегодня мы все вам покажем. Ну что? Немножко летскоучины в этой дыре. Дублик на виск? Битый коптер? Гарри Поттер? Суточные? Проблемы с петлей? Подводка на раз? И сошка на глаз? Нет. А Наша роднейшая, мощнейшая, Лавовейшая самая лучшая, рейтинги дающая, всех егincущая. Вождевенная, как пальчики для толстяка, орел и решка. Да! Перезагружать америку отправилась наша бывалая команда. Ведущие... Это я, там, гансер, на районе. Антон Птушкин и Настя Ивлеева. Самая талантливая, самая милая, самая сексуальная, самая стройная, самая аппетитная, самая желанная. А теперь пойди прояви талантство, пожалуйста. Наши операторы. Тём самый длинный. А у Саньки короткий, но широкий. Сценарист. Паста немножко не аль денте. Координаторы. И неизменные режиссёры. Я говорю, что ты хороший пацан. Лучше, чем ничего. Женя Синельников. Величайший камбэк. Мы можем начинать съёмку. А билеты есть? Мы уже рассказывали вам, как работают наши операторы. Кличка с ровненными бежит, маленький. Сегодня покажем, как работают наши режиссёры. Вот кто руководит всем процессом. Привет, Андрей. Вот кто на съёмках вечно вкалывает без отдыха и не доедает. Как вы сейчас? Нет, всё равно, снимай. Чтобы стать режиссёром «Орла и Решки», не нужны какие-то суперспособности. Нужно всего лишь уметь кататься на лыжах и на ходу снимать ведущего. Нужно уметь выживать в любых условиях. Режиссёр – сумасшедший человек, ей-богу. Ярчий. Я нормально не снял. Надо плавать в холодном океане и гоняться за собаками-сёрфингистами. Нужно быть немножечко тарзаном. Сейчас нас отсюда выгонят ярко. Чуточку обогревателем. Дима, сделай просто что-нибудь. Очень холодно. И вообще быть больше, чем просто режиссёр. Дабл чизбургер. Что ты будешь малая? Молочный фрэш. Дабл чизбургер, картошечка фри. Нет, вода и магнагетсы. Буквально 40-50 минут и пусть всё будет. Это работник месяца, кстати. В общем, режиссёр «Орла и решки» и в полицейский участок за ведущим пойдёт. И даже коптер на лету остановит. Он вылазил у меня из рук, куча на нём раны. Маленькие раны. Мы сейчас будем возвращаться. Найди там какого-нибудь врача. У нас тут одному режиссёру руки пару баллов. Ну и самое лёгкое дело терпеть капризы наших ведущих. Жень, сколько раз я просила, пожалуйста, мне на съёмки принести парикмахера, косметолога. Ну сколько можно уже, ну правда. Мне нужна перезагрузка. Юля, это фирменные ботинки. Первый раз их несут. Не надо со мной так разговаривать. Голос на меня не повышает, я тебе ещё раз говорю. Шоу прекратилось, расходимся. Одна и они туда не пойдут. Одна, когда клетка будет рядом? Нет. Так сядь в кадр, сядь в кадр, чё ты? Ты можешь не вмешиваться в мою речь? Я дико извиняюсь, а чья вообще была идея поехать в Юту со 100 долларами? Скажите, вот кто это был? У меня жарко, я сейчас сдохну. Хорошо. Даже не заикайся. Медленнее. Я не буду есть тороп. Чего? Не буду. Я же для кадра. Что же вы за сволочи такие? Как пиявки, я люблю сосёть эти эмоции, а? Уйдите, уберите. Я ж не могу с вами. Ну что ты, снова? После того, как вы познакомились с нашим режиссером, друзья, теперь вам гораздо больше должно стать понятно о съемках в программе «Арел и решка». Нам не сложно. Нам, вернее, непросто. Ой, у нас есть еще какие-то награды причем за его творчество. Ну да. А где мой суп, сударь? Съемки нашей программы проходят с самого утра до поздней ночи. Часто не бывает времени даже на перекус. И тогда нас выручают съемки еды. Но и тут не все так просто. Принятие пищи в «Орле и решке» отличается от еды обычного путешественника. А, испытания продолжаются. У нас ты не пришел, заказал, поел, вытер рот салфеткой и расплатился. Нет. У нас совсем по-другому. Я сейчас поверну и брошу. Давай. Для начала ведущего морят голодом. Группа «Богатая ест». Наша ведущая не ест, потому что ей скоро есть в кадре, и чтобы не перебить аппетит, мы не даем еды. Держись. Когда еду приносят, ее сначала ест оператор. Своим объективом. А все остальные пожирают только глазами. Настя, а что ты не ешь? Да не дают. Уже полчаса раскадровывают каждую коробку, каждое украшение солнца на икорку. Уже остыло все, да? Уже ледяное все. Главное успеть, пока на блюдо не набросился голодный. И отснять, пока оно чистенькое и красивенькое, чтобы вам о нем потом рассказать. Ну по запаху рыба. К моменту, когда еду отсняли, она уже вся холодная. Самое время приступать ведущему ею наслаждаться. Приятного аппетита. Который я просто снял. Извините. Но и это еще не все. Ведущему нельзя просто взять и нормально поесть. Сейчас я расскажу вам все. Сейчас еще вот один кусочек. Ему нужно красочно описать, какое блюдо на вкус. Ммм. 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 Прям. Прям хорошо. Даже странно. Что. Что. Ммм. 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 Тает во рту. Как-то простите за банальность, но тает во рту. Или белиссимо. Белиссимо. Нужно объяснить так, чтобы люди, которые никогда не ели лобстера и вряд ли попробуют, сразу поняли, на что он похож. Это и не рыба, и не мясо. Спасибо, Антон. Но самая приятная часть наступает, когда съемки еды окончены и ее можно использовать по назначению. Съесть. Все к столу. Сразу налетают коршуны в виде оператора и режиссера. Ешь, ешь. Мы же отсняли, давайте позавтракаем все вместе. Давай, Тёмка. Ну, Тёмочка, да ты. Иногда группе достаются объедки настоящих шедевров. Вот, например, в Нью-Йорке омлет за две тысячи долларов. Тёмочка, а как тебе? Я тоже уже боксом двести поела. Жень, у тебя во рту сейчас долларов девяносто. Нет. Поэтому не плюйся. Я периодически по пять долларов проклатываю. У меня там достаточно много картофана, так что где-то по три пятьдесят. В каждом выпуске у нас остается парочка по какой-то причине не вошедших сюжетов. То киты нам показали тулю и не приплыли. То материал вышел настолько шокирующим, что мы решили пожалеть нашего зрителя и не стали давать его в эфир. Но вот в программе про Орландо у нас банально не хватило эфирного времени, чтобы показать вам один интересный сюжет. Спасибо, что есть неизданное. Смотрим. Пока Антон побирался на улицах Орландо, мы с золотой картой отправились в мир Диснея. Дисней Уорлд – это самый большой центр развлечений в мире. Сейчас я раскрою вам секреты этой машины по выкачиванию денег. Понятное дело, что такой дорогущий парк от грохоли не для благотворительности. Хозяева парка планируют не только отбить каждый доллар из пятисот миллионов, но и заработать в разы больше. Для этого у парка есть несколько уловок. Первое. Сотрать деньги с посетителей еще до входа в парк. Парковка при Дисней Уорлде стоит 20 долларов. Дальше – дорогущий вход в парк. Но главный разводняк – тонны бесполезных и очень дорогих безделушек. На выходе из каждого аттракциона тебя ждет целая сувенирная лавка. А тут глаза разбегаются. И хвостик аватара, и ушки, и палки аватара, и шарики. Детки аватара, светящийся барабан аватара, бусинки аватара. Некоторым детям такое лучше не показывать. Даже самые взрослые, самые стойкие не могут удержаться. Но если шаропотреб вас не привлек, то и на этот случай у хозяев парка есть пусть в рукаве. Тебе предлагают самому стать аватаром. Ну что, друзья, сделаем из меня аватаров? Ну не знаю, они все такие некрасивые. Ну пусть будет секонд. Дальше твое лицо сканируют, компьютер преобразовывает его в аватара, а потом распечатывает на 3D принтере. И за 80 долларов ты получаешь фигурку синенького аватарчика по своему образу и подобию. Во-первых, моя грудь несколько пышнее, носик несколько лучше, но раз это аватар… Ну честно, все, что мне напоминает меня – это веснушки и скулы. В остальном, мне кажется, моя матушка меня бы не узнала. Прикольно. У меня есть собственный аватар. Это хороший сувенир и минус 80 долларов. Вот камера. Это не камера, это прошлогодний век. В неизданном мы постоянно раскрываем секреты наших съемок. Пришло время рассказать вам о секретах монтажа. Секрет первый. Цветокоррекция. Хотим вам покаяться. Иногда вы видите кадры красивее и лучше, чем видят глаза наших ведущих. На съемках погода бывает разная. И никто не застрахован от того, что мы приедем и будет вот такое. Если показать такие серые бледные кадры зрителю, он никогда не захочет приехать в этот город. И тут на помощь приходит волшебная палочка по имени Сережа. Это наш колорист. Он добавляет немного магии и вуаля! Секрет второй. Стабилизация. Очень часто мы снимаем из машин, вертолетов, лодок. И всего, что шатается, дергается, прыгает. Снять плавное видео в таких условиях невозможно. Но если его в таком виде вставить в программу, у зрителя начнет дергаться левый глаз. И тут нас выручает программа, которая умеет усмирять буйные кадры. Смотрите. И самый главный секрет, который мы скрывали от вас все семь лет существования Орла и Решки – это наш закадровый голос. Он с нами с самого первого сезона. А выглядит он, ну то есть я, вот так. Всем привет. Очень приятно познакомиться. И мне пора продолжать. Да, так вот, это далеко не все секреты нашего постпродакшена. Но всех мы вам не можем рассказать. На то они и секреты. Американский сезон выдался очень экстремально. Мы ползали по стенам. Заплывали в подводные пещеры. Отправлялись в самую страшную страну мира. Это просто уже становится опасно. Прыгали с высоты в пропасть. Набивались синяки. Зарабатывали шишки. И горную болезнь. И даже получали удары электрическим током. Со стороны могло показаться, что мы готовим ведущих спасать мир. Но на самом деле все это было ради рейтинга экстремальных развлечений американского сезона. Пятое место. Гавайи. И мое погружение к акулам. Они больше, чем я. Кто-то скажет, что ничего тут страшного нет. Ты же ныряешь в металлическую клетку и даже самая голодная акула не сможет с тобой ничего сделать. Ага, как бы не так. Незадолго до нашего погружения в сети появилось видео, как акула пробила клетку и заплыла к туристам. От одного вида акул сердце уходило в пятки. Мой пульс составляет 108 ударов в минуту. Сань, ты заходишь, ныряешь, смотришь, как ситуация, говоришь, типа Настюха, окей, нечего бояться. Вот тогда я занырну, без тебя не пойду. Команда, иди. Если бы меня не поддержал наш смелый оператор Саша, я бы ни за что не полезла к этим чудовищам. И вы бы не увидели этот сюжет в программе. Но мы это сделали. Давай сюда уже лезть. Пожалуйста, не могу просто. Ну, Сань, ты молодец, ты мой герой, потому что ты пошел первым, а мы команда. Друзья, знайте, что в Орле и Решке работают командные люди, которые всегда друг друга поддержат. Красава! Пойду в туалет. На четвертом месте аттракцион Адреналин Раш в Ла-Пасе, Боливия. Небольшое отступление. До перезагрузки я дико боялся высоты и всего, что с ней связано. Продюсеры, зачем? Если вы думаете, что после всех испытаний первого сезона мою фобию как рукой сняло, ошибаетесь. Я с высотой все так же на вы и шепотом. Вы же смерти моей хотите, ребята, ну серьезная, ну в самом деле. Да пошли вы сами, знаете куда. Но, кажется, продюсеров это только радует. В Ла-Пасе они отправили меня спускаться по веревке с 16-ти этажки на глазах у всего города. Я пошел, ребят. Не-не-не-не-не. Вы что, вы с ума сошли? Вот в такие моменты ты вспоминаешь людей, которые говорят, я хочу быть в Орле и Орешке, я хочу ездить с вами. Вот такие моменты ты думаешь… Я хоть вид посмотрю. Не кочегары, мы не плотники. Но, к сожалению, горьких нет. Оррайт, я смотрю вниз. Здесь, прямо здесь хочется сказать, стоя на высоте 30-ти метров, хочется сказать. Орел и решка, я так люблю тебя. Продюсеры программы, низкий вам поклон. Низкий. Меня подбивают на прыжок. Окей, окей, окей. Ребята, это было так стрёмно. Америка. Иди сюда, оператор, иди сюда. Ты, чувак, ты. Всем обнимашки, всем. Я жив, я жив. Ё-моё. На третьем месте экстремальных развлечений в Америке – мой прыжок с банджи в Сантьяго-де-Чили. Высота падения – 56 метров. Мой первый банджи-джампинг случился в Вене. В Вене 10 минут я стояла на этом мосту и просто в истерике билась, чтобы меня отпустили, что я не хочу этого делать. И что? Я прыгаю снова с тарзанки. Спасибо огромное всем, продюсерам, людям, которые работают над этой программой, которым все мало моих слез. Потом я увидела, куда прыгают люди и сердце ушло в пятки. Бурлящий горный поток, сквозь который выступают острые, как клыки камни. Но сдаться и отступить я уже не могла. Все нормально, все нормально, все нормально. Все в порядке, все в порядке. В порядке! Дорогие продюсеры, у меня сейчас очень большая к вам просьба. Специально для Антона, в каком-нибудь из будущих городов, вот специально для него подготовить такую же локацию. Не говорите, пожалуйста, что это я вас попросила, вот этот кусочек никуда не вставляйте. Ну типа оно случайно, само так произошло. Птички, ветер, облака. Спасибо, Настя. Продюсеры тебя услышали. И на втором месте. Мой первый прыжок с парашютом в Аризоне. Ни одна зараза из съемочной группы не сказала мне о нем заранее. А наши продюсеры, знаете, им только волю дай. Они же тебя за человека не считают, понимаешь? Ты для них просто баночка с эмоциями. Как же я сразу не догадался. Ничего не будет. Все, шоу прекратилось, расходимся. Короче, отстаньте, дайте мне пожить немного с этой мыслью. Артем, мне нужно в туалет. Ну отпусти меня в туалет, серьезно. Ну че ты, продюсер, а? Я вот сейчас просто представляю, как они вот сидели. А давайте сейчас вот… О, давайте он с парашютом прыгнет. И давайте ему ничего не говорить. Пусть вот как-то, чтобы он не ждал, что он приехал и оп! Я боялся этого дня как огня. Но всегда знал, что он когда-то наступит. И немного подготовился. Это записное белье. Сухое и чистое. В моем случае это очень важно. Ладно, продюсеры, но операторы как бы, да? Операторы, это же моя команда, моя кровинушка, Артем, он мне ничего не сказал. Он просто вот хоть бы глазом повел, понимаешь, Артем, я тебе этого не прощу. Когда на регистрации выяснилось, что уже все заказано и оплачено, отказаться я уже не мог. Поехали! Да, поехали! Поехали вокруг! Поехали! Поехали за 5 лет! Поехали! Поехали?! Поехали, ну. Поехали. Поехали. Я жив! Я жив! Некоторые из участников нашей группы поспорили на то, что я не прыгну. Я ставлю на то, что он не прыгнет. Ты? Не прыгнет. Не прыгнет. Не прыгнет. Не прыгнет. Ха-ха-ха! Я смеюсь вам в лицо прямо сейчас. Это тебя, Давид Казай. На первом месте мог оказаться только мой отель в Куско. Кто бы мог подумать, что в Орле и Решке добраться до отеля – это уже экстрим. Главное не смотреть вниз. Впереди меня ждет мост над обрывом. И честно говоря, это вообще не похоже на мост. У меня уже ноги ватными становятся. Чтоб я еще раз согласилась на что-то подобное. Какие красивые горы, тучи, облака. Я просто иду в гости в соседний дом, где меня ждет моя подружка Оля. А то я уже подхожу. Мне не страшно. А то я уже подхожу. Завтра же увольняюсь. Ну его нафиг. Чего выше отели? Это было самое страшное, самое адреналиновое приключение за всю мою жизнь, которое не раз пронеслась у меня перед глазами. Все еще думаете, что это работа мечты, да? С диванов-то, конечно, легче рассуждать. Теперь нашим ведущим уже точно ничего не страшно. Неужели мы никогда не услышим, как Антон боится кататься на качелях? Стоп, блин, стоп! Мы больше не увидим, как у Насти трясутся коленки. Неужели Антон никогда не будет звать на помощь? Но продюсеры Орла и Решки говорят – никогда не говори никогда! Тушкин, открывай! Денег дай! На, и чтобы я тебя здесь больше не видел. Может, ты уйдешь? Понторез очкастый. Ты можешь заткнуть? Нет. Ты меня ударил. Ты еще раз меня ударил? Я тебя… Эй-эй-эй! Серьезно, у тебя с памяти что-то? Провалы? Я говорю, еще раз такой скажешь про себя, сломать. Можно быть смелым, а можно быть Антоном Птушкиным. Ты себя видел со стороны? Первый, и другая. Иди-door! Настеньку ей подарю. Она такое любит. Она любит жеребцов. Ты такой несуразный, я не могу. Буду говорить со своим подругом, что вот такого парня обходите стороной. Антон, на-на-на-на-на-на. Молодец, мой мальчик. Наблюдать за отношениями наших ведущих – это как смотреть бразильский сериал. Антош, зайка, сладкий мой мальчик, любимый котик, Заюша. Что ты хочешь? Дай мне тебя за Тарю обнять. Ааа, с волосами-то зачем? Прости, пожалуйста. Я тебе сейчас как дам почек. Пойдем быстрее. Врачок, я не пойду с тобой никуда. Что-то было. Я тебя толкнул. Я тебя толкнул? Да. Да ладно. Все вот так вот. Мы, Антон, помолчи. Да ей локоть в пасть не клади. Он посвящает ей подвиги. Вау, Ивлеева, все ради тебя. Передайте Ивлееву, что я ее люблю. А она все равно засматривается на других. Хоооооооооооооооооооошенький. Я бы с тобой пробежала 100 петровочку. Мы просто соскучились. Попробовать бы я хотела тебя, сладкий. Ребята, у меня появился новый парень. Классный, да? Красивый, загорелый, темнокожий. Он еще не знает, что он мой новый парень, но сейчас все будет. Ой, что-то жарко. Он ее прощает. Я буду переживать за тебя. Ты не делал тростись с начесом? Ну подштанники, да. Оли-фе. Оли-фе. Застегнись, пожалуйста, Антон. Я понимаю, что ты там по футболочкам, вся эта мода, фэшн, но давай застегнись, пожалуйста, береги себя и пиши смски мне периодически. Такая маленькая радость. Все, пожалуйста, будь осторожней. Люблю тебя. Давай я тоже тебя. Как друга, как друга. Давай без этого. Ну чуть-чуть, ну щечка. Ну ладно. Слушай, ну только приятно. О, это уже лишнее. Можешь просто уйти. Ну дай я тебя поцелую. У нас с тобой ничего не будет. Мы только друзья. НЕВЕР. Даже если я буду сильно пьяна, братишка, никогда в жизни. Ни на йоту, ни на секунду, ни на полмень шага. Не надо положить, ну мало ли, может быть сильно пьяной. Нет, нет. Антон, я никогда не пью столько, чтобы совершить такую глупость. А ты реально вообще? Вот ты мне по-английски там. Иногда кажется, что они на дух друг друга не переносят. Но внимательный зритель давно заметил, что не все так просто. Ты не считаешь меня тяжелой? Ну ты тяжелый человек, это правда. Ты еще сложная. Хочешь разгрузить меня? Ты еще сложная. Как углеводы. Хочешь меня разгрузить? Я бы разгрузился сегодня с тобой с двух до четырех утра. Что ты делаешь сегодня? В каком ты номере? Я сегодня целый день с тобой. Да? Да. С каждым выпуском зрители замечают все больше знаков и намеков на их отношения. А некоторые уже придумывают имена их детям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красавчик! Тушкина, я тебя люблю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они опять будут думать, что мы старчашки. Думаю, что ты меня влюбил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что мы можем сказать? До сих пор никто из них так и не решился сделать официального заявления. Так что мы продолжаем жевать попкорн и ждать, когда у них все разрулится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любишь меня? Да. И я тебя. А ты? Конечно. А что ты любишь больше меня или Нью-Йорка? Нью-Йорка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Америке Антон остался верен своей традиции носить футболки с названием города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сказал, что у меня классная футболка, что это крутая идея. Шах и мат, тебе люди говорят, что это фигня полная. Настя тоже нашла, чем ему ответить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представляем коллекцию купальников Насти Ивлеевой. Зима, весна, лето, осень 2017-2018. Внимание, уведите детей и их мам от экрана. А папы наоборот. Придвиньтесь поближе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай, б***ь. Пальцы, б***ь. Прямое днище по всей еду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что ты зробела? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, хватит, Настя, хватит. Даже дети поняли, что мы прилетели в тропический рай. Мы на Гавайях! В этом сезоне мы были на Гавайях и в программе показали места, которые стоит увидеть. Но сейчас мы покажем то место, куда ходить не стоит. На севере острова Уаху есть знаменитейшая ананасовая плантация, не посетить которую просто грех. Каждый третий ананас родом с Гавайев. А значит, здесь туристов ждет ананасовый рай. Плантация известна на весь мир своим гигантским лабиринтом. Интересно же! Будем искать выход. Я же, правда, только зашел. Так, я не понял. Ананасы где? Тридцать минут в лабиринте, двадцать поворотов направо, тридцать поворотов налево, пять тупиков и ни одного ананаса. Хотя есть один. Клумба в виде ананаса. Абсолютно беспонтовый лабиринт. Даже одного ананасика не нашел. Я просто поражаюсь вот этому умению американцев сделать деньги просто из ничего. Мы просто приметили ананасовую плантацию, бесплатную, настоящую, вот там, буквально через дорогу от ананасовой фермы. Но пробраться туда не так просто. Это же нелегально. Мы на самом деле в реальной жизни такими вещами не занимаемся. Но это же орел и решка. Мы должны попробовать показать вам. Как это? Вот он останавливается. Спасибо. Артем, автобус, быстро. Да, там ров. Нет, знаете, мы сегодня вам халявных ананасов не покажем. То есть мы как бы можем показать, но это будем скорее не мы, а какие-то другие мокрые ведущие операторы. И, возможно, следующие несколько серий будем везти из какого-нибудь полицейского участка на Гавайях. Это хороший вариант остаться на Гавайях, но хочется вам все-таки больше показать, поэтому не в этот раз. Велосипедисты едут мимо. Давайте, друзьяшки, не подведите. Сейчас там люди пройдут. Орел и решка прячет клад. Сто долларов. Думал порвал, но нет. Все залетела. Шальная. Фонарь. Дерево. Площадка. Давай еще раз. Площадка. Фонарь. Дерево. Машина едет. А я такая стою на дом смотрю. Оп-оп. Надеюсь, там никто не живет. Все. Удачки. А теперь для тех, кто не верит, что мы прячем бутылки со ста баксами, новости от тех, кто в них верит и находит. В этом сезоне мы спрятали 20-сто долларовых купюр в самых укромных тайниках по всей Америке. И уже есть первые счастливчики. В Орландо удача улыбнулась молодой семье из Туркменистана. В Сантьяго-де-Чили первыми были Вадим и Злата из Украины. В Юте клад отыскали Николай Ярошенко и Ника Кислухина, которые живут в Сан-Диего. Узнаете этих ребят? Это Оля и Дима. Они уже находили наш клад в Чикаго. А теперь удача улыбнулась им второй раз в Сиэтле. Если вас каким-то ветром занесет в Боливию, а именно в Уюне, вы будете знать, где искать 100 долларов. Ну, чтобы купить кислородный баллон, например. Бутылку, которую Настя спрятала на солончаке Уюни, в Боливии нашли Стас и Оля из Киева. Перуанский клад обнаружил Роман. Бутылочка от Орла и Решки. Моя. Я даже ничего не говорил, потому что свистать всех наверх, тысячи чертей, 15 человек на сундук мертвеца. Все это никому не интересно. Всем нужны только деньги, пиастры, пиастры, пиастры. Эх, 45 минут пролетели незаметно. И наше американское неизданное заканчивается. Неееееееет! Как хорошо, что впереди вас ждет еще один выпуск. СМЕХ Ой, как это тупо со стороны выглядит, а? Это же не только я оператор перевернулся, а вот два дурачка это не один дурачок. Это уже гораздо хуже. Еще сочнее. Бонзай. 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 Еще мощнее. Карманчик закрой, ротик открой, купюрку возьми, на меня не смотри. Бонзай. И еще неистаннее. Что нужно делать для лица? Этот мост называется женским, потому что соединяет две улицы, носящие, носящие, переносящие, носители. Я бы испарился сейчас на этом месте. Такое ощущение, что я... Так, Санечка, смотрим по сторонам, по сторонам, смотрим, ловим мертвую чайку, молодец, молодец, все, кадр есть. Всем спасибо, съемка окончена в конце, до конца.